Всем привет! Сегодня я приглашаю вас к нам в гости. Будем рассматривать мое самое любимое место в нашем доме, а именно кухню. Я надеюсь, что вам понравится такое видео. Я вложила в кухню много души и сердца. Я провела огромную работу над ошибками. Я постаралась учесть все предпочтения вот не только лично мои, а также моего мужа. И я очень благодарна моему мужу, что он не вставлял мне палки в колеса. Он не спорил, он вообще даже не знал, что я там заказала. Я частично обсудила с ним технику, и это все. Поэтому сегодня мне даже хочется поделиться с вами тем, что у меня получилось. И все-таки прожив здесь больше года, я могу сказать, что понравилось, а что нет. Но немножко забегая наперед, я хочу сказать, что я ничего не изменила бы. Давайте начнем. Планировка. Как вы можете понять, я сейчас нахожусь в зоне отдыха, то есть это зал. Дальше у нас такая небольшая импровизированная столовая зона и кухня. Кухня имеет прямоугольную форму, она не совсем узкая, хотя вам может такое казаться. Все нормально, я не ощущаю никакого дискомфорта. С одной стороны рабочая зона занимает 4 метра, со второй 3,80. И так как я снимала ремонтные влоги, многие зрители писали, что, Оль, вот так будет неудобно, тут переделайте. Никто так не делает, чтобы раковины и плита находились не с одной стороны. Все срочно нужно поменять. Первое, что нужно сделать, это понять, что нужно конкретно вам. И я просто взяла мел, приехала на стройку, и, ну, точнее, дом был уже готовым, но как бы все было таким сырым. И по бетону я начала рисовать, что здесь я хотела бы, чтобы была плита, здесь холодильник. И, возможно, это покажется странным, но я начала как бы делать такие небольшие инсценизации своих движений. То есть вот здесь я что-то помыла, а здесь я буду готовить, чтобы все мои движения были как бы логичными в кухне. И вот для меня было прям крайне важно, чтобы у меня было много рабочего места, где я могла бы поставить сразу несколько кастрюй, чтобы мой рабочий стол не был поделен на какие-то такие маленькие секции. Это не для меня. Мы уже это проходили в квартире, спасибо, больше не надо. И я так подумала, что даже если плита, скажем, и раковина будет по одну сторону, мне негде будет вот все это подготавливать. Поэтому я буду, к примеру, что-то мыть, и все равно буду на другую сторону кухни все это переносить, чтобы нарезать и так далее, подготовить. Поэтому я приняла решение сделать так, ни разу не прогадала. На первый взгляд кажется, что у нас совершенно обычная кухня, и в ней нет ничего особенного. Ну да, она лаконичная, она классическая, но она очень функциональная, и ее просто содержать в чистоте, при том, что она светлая. Мы уже проходили все глянцевые поверхности, темные и так далее, стекло, хром. Это все уже за нами, поэтому в этот раз мы уже отталкивались от кого-то горького опыта. Когда встал вопрос, матовая или глянцевая, однозначно матовая, потому что на ней не видны разводы, пыль и отпечатки детских пальцев. Если где-то что-то запачкается, вы берете тряпку и без ничего просто протираете кухню, и вообще без каких-либо заморочек. То же самое касается плитки. Казалось бы, обычная белая и серая плитка, не тут-то было. Выбор плитки это та еще задача. Когда я столкнулась именно с ассортиментом, оказалось, что белые плиточки, которые везде, вот и в инстаграме, и в пинтересте, они бывают и выпуклыми, и матовыми. И вот если бы я взяла глянцевые и гладкие, все казалось бы вот таким, знаете, очень холодным, неуютным, и было бы ощущение какого-то мясного цеха. Вот серьезно вам это говорю. Поэтому я остановила свой выбор именно на такой плитке. Кстати, о том, как я выбирала оттенки холодные и теплые, я рассказывала в предыдущем выпуске, скажем так, о том, как создать уют. Если вы пропустили это видео, то советую посмотреть. Сейчас уже не буду освещать эту тему. В общем, я выбрала белую плитку, матовую, и она такая более структурная. И потом, когда я начала читать на разных форумах о затирке между плиток, мне казалось, что мой мозг скоро взорвется от вот этих всех маленьких моментов и деталей. Я выбрала не самую светлую затирку, но и не темную, и меня пугали, что она будет темнеть, что ее сложно содержать в чистоте. Ничего подобного, мы все моем обычной водой в большинстве случаев, но вот что очень важно, это пол. Если выберете идеально гладкий, то будет видна каждая сыринка. И сейчас, вот, к примеру, моя мама приезжала, говорит, у вас такой пол, ничего не видно. Я приезжала в магазин, где продавалась напольная плитка, и прямо топталась по ней, смотрела, как к ней что-то там прилипает, как очищается. Я выбрала такую плитку, которую кладут в торговых центрах, то есть где очень большая проходимость, она выдерживает все, даже какие-то падения стаканов и всего прочего. Я очень часто что-то разбиваю, поэтому уж поверите мне на слово. Дальше, если посмотреть на нашу кухню со стороны зоны отдыха, то все вот эти кастрюли, вся готовка не видна. Почему? Потому что, с одной стороны, я решила сделать кухню более, как бы, встроенной. Вообще, когда я приехала к мастеру, то я была максимально подготовлена, потому что я изначально продумала планировку, и я уже знала, какой стиль мне нравится. Да, эта кухня чем-то напоминает кухню Икеа, но у меня были, у нас, были настолько сжаты сроки, что у меня даже не оставалось времени, чтобы досконально рассмотреть все варианты. И в Польше кухню нужно ждать от 4 до 6 месяцев, все это довольно дорого стоит, и я понимала, что где-то, возможно, я переплачу, но нужно было заказывать здесь и сейчас. Не знаю, не ждать в Икеа, там, месяц, чтобы сделать проект, и у меня не было выбора, скажем так. Поэтому, когда я приехала к мастеру, мы за 30 минут сделали эскиз, и как бы он все быстро просчитал, вот так. И вот я сразу знала, что я хотела бы именно такое сочетание цветов и фактур. С деревом все понятно, оно придает уют, о столешнице я расскажу подробнее, и также это очень практично, на нем не видна грязь. А вот что касается белого и серого, вот белая кухня, она, не знаю, немножко меня отталкивала, а чисто серая, она смотрелась бы громоздко. И всегда вот оставался этот момент такой неуверенности в том, что насколько практичен будет белый цвет. Сейчас, с перспективой времени, я могу сказать, что я двумя руками и ногами за, но все-таки нижнюю часть кухни мы решили сделать именно в сером цвете. А для придания какой-то большей легкости верхнюю часть мы сделали именно в светлом цвете. И, как видите, по левую сторону нашей кухни находятся подвесные шкафчики. Они не такого большого размера, как нижние, мне как раз этого именно и хотелось. За счет того, что они не доходят до самого потолка, создается ощущение вот этой легкости, и у нас как бы не забирается пространство. У меня до сих пор есть свободное место в кухне, и мне кажется, что это было очень грамотное решение, не делать мебель слишком такой громоздкой, знаете, слишком массивной. Также мне не хотелось, чтобы все вот эти шкафчики выходили слишком далеко в обеденную зону, поэтому я попросила сделать мне две полки, и туда же я поставила все свои красивые кухонные баночки. Кто-то не любит, кто-то считает их пылесборниками, окей, но они не забирают у меня рабочее пространство, и при этом радуют мой женский глаз. Материалы, из которых сделана наша кухня, и тут скажу так, что в Польше я еще ни у кого не видела кухню, которая была бы сделана из натурального дерева. Я не говорю о столешнице, а именно о фасаде. Как-то не принято слишком дорого, это не пользуется популярностью, поэтому наша кухня полностью сделана из материала, который называется МДФ. Во всяком случае, в Польше, столешница. И изначально я очень хотела натуральное дерево, но потом мастер меня переубедил. Это дорого, это раз, а во-вторых, это материал, который требует ухода, за которым нужно следить, с которым нужно деликатно обращаться. И если где-то дерево соприкасается с влагой, то знаете, что оно может и почернеть, и где-то может вздуться вот этот лак. Я подумала, оно мне надо. Поэтому я выбрала просто один из самых популярных. Я укажу название внизу, я специально уточнила у мастера, потому что многие интересовались, и у меня нет никаких нареканий. Желательно не ставить на него все самое горячее, но не раз это случалось, и ничего, нет никаких проблем, нет никаких пятен и прочего. Также на нем не видны какие-то пятна, крошки. И если вы такой же фанат чистоты, как мой муж, то вы однозначно это оцените. Когда я планировала кухню, всякие там полки и ящики, я отталкивалась от того, что мы уже проходили, что я видела у моей мамы. Все вот эти вот какие-то системы, карго они называются, по-моему, это не для меня. И самая практичная вещь, это выдвижной ящик, я вам точно говорю. И вот чем меньше он, тем меньше в него помещается. И я попросила, чтобы у меня были большие вместительные ящики, и только в некоторых из них есть еще скрытые такие половинчатые ящички, в которых находятся ложки, какие-то мелкие детали. И вот знаете, есть какие-то такие неписанные правила, которые как бы сложно нарушать, но всегда отталкивайтесь от того, что будет логично и функционально конкретно в вашем случае. Также вот в нашей прошлой квартире у нас была вытяжка и отдельно вот эти все шкафчики. И все пространство вокруг вытяжки просто потерялось, да? Поэтому в этот раз мы решили сделать встроенную вытяжку. Если у вас небольшая кухня, ни в коем случае не теряйте это пространство. Там вы можете разместить огромное количество очень удобных и нужных полок. Освещение. Конечно же, у меня подсвечены обе рабочие зоны. Они включаются по отдельности. Можно было выбрать ленточное или такое точечное, как у меня. Мне хотелось больше классики, больше какого-то уюта, поэтому я выбрала именно такие лампочки. Но в качестве главного освещения, которого мне очень не хватало в нашей предыдущей квартире, я выбрала очень большую лампу LED, которая дает и не теплое, и не холодное освещение. Оно называется нейтральным. И мне очень повезло, такие лампы зачастую довольно дорогие, но закрывался магазин, и мне удалось купить эту лампу по себестоимости. И сейчас, когда у нас какая-то вечеринка, когда у нас много гостей, когда хочется вот все по максимуму осветить, чтобы все увидеть, что происходит, я включаю эту лампу и каждый раз думаю, как мне себя не хватало. Вот не знаю, мне в нашей предыдущей квартире было постоянно темно. Техника. Нет ничего особенного в том, что у нас встроенная микроволновка и встроенная духовка. Самые обычные, без каких-то навороченных функций, потому что я таким не пользуюсь. Слушайте, я все-таки вспомнила ключевой момент, который сыграл главную роль при выборе духовки и микроволновой печи. Дело в том, что у нас раньше были такие хромовые, и их было очень сложно очистить. Вот эти же можно протирать буквально пальцами, то есть отпечатки на них не остаются, и вам достаточно будет какого-то обычного препарата для мытья стекол, окон, и все без проблем тоже отмывается. К сожалению, уже прошел год, и что-то вылетело из головы. Вот сейчас дополняю ролик этой важной информации. Но давайте чуть подробнее расскажу о плите. Это индукция, и честно говоря, это абсолютная дань моде. Все ставят индукцию, поэтому я поставила индукцию. Все очень долго, я уже привыкла, но когда я приезжаю к маме, у нее газовая плита, все гораздо быстрее, как-то, не знаю, динамичнее, что ли, происходит. Но она не шумная, и многих из вас интересует, как же вот белая плита в быту. Я скажу так, что я никогда и ни за что не хотела бы вернуться к черной плите, так как мало того, что ее очень сложно очистить, видны все разводы, каждая, не знаю, там капелька, и потом она тихо, мирно стоит. Я уже даже ее не использую, она все равно пачкается так, как припадает пылью. С белой плитой все максимально просто. Даже когда я готовлю что-то цветное, оно вытекло, там подгорело, я не пользуюсь никакой специальной химией, никакими специальными там щетками, еще чем-то. Она без проблем отмывается. Я не могу гарантировать, что она как бы не закрасится от чего-то. Я просто делюсь с вами своим каким-то опытом, может, почитайте еще какие-то другие отзывы, но мы для себя отметили только плюсы от такой светлой плиты. Теперь холодильник. И мы долго думали, какой же холодильник купить, двухкамерный. Ну, в общем, вы знаете, сколько их бывает. И тут нужно учитывать то, как часто вы делаете закупки. При том, что у нас небольшой холодильник, мы регулярно что-то выбрасываем. Нас это угнетает, мы хотели бы, вы знаете, рационально подходить к покупкам. Мы не делаем закупки на месяц. Мы постоянно что-то докупаем, поэтому мы решили, что если нам вдруг будет не хватать, мы докупим еще одну или морозильную камеру, или холодильник, и поставим это все в гараже, который тоже обогревается. Мы выбрали не совсем стандартную и не очень популярную модель холодильника от бренда Siemens, так как мы крайне редко что-то замораживаем, но мы хотели, чтобы холодильное отделение было больше за счет морозильной камеры. И, как видите, вместо трех привычных ящиков в морозилке у нас только два. И в конце еще несколько слов о раковине и посудомоечной машине. Раковина у нас из магазина IKEA. Она очень большая и удобная, керамическая. На нее уже несколько раз мы роняли все, что угодно, и с ней все в порядке, но она довольно массивная. Мне не нравятся раковины с двумя отделениями. Если вы предпочитаете такие, то это ваш выбор. Но мне очень удобно. Правда, все самое большое сюда помещается. Ее очень просто содержать в чистоте, а для меня это приоритет. У нас раньше была серая, которая постоянно пачкалась, поэтому к этой у меня нет никаких претензий. Посудомоечная машина находится у нас в этом отделении. Раньше у нас была поменьше, и мы практически ее не пользовались, так как туда ничего не помещалось. Здесь мусорка, и здесь раковина. Мы долго думали, куда же ее пристроить. И вы знаете, вроде как удобно. Мы не заметили, чтобы что-то пачкалось, что-то было нелогично. Поэтому такое размещение нам подходит. Мы выбрали бренд Siemens, так как у моих родителей такая. И у нас тоже была Siemens. Несмотря на то, что мы не так часто ею пользовались, как-то доверяем этой марке. Поэтому так. Из каких-то таких интересностей еще добавлю то, что у нас было довольно много свободного пространства, поэтому мы сделали такое отдельное место для кулинарных книг, для алкоголя. И вот если вы тоже хотите что-то такое сделать, то подумайте о том, чтобы не забирать именно рабочую поверхность. То есть, как видите, вот это место для алкоголя, для каких-то там прибамбасов у нас находится в самой крайней точке кухни. То есть, мы не так часто пользуемся этим всем. Еще я докупила специальные системы хранения в Икеа, для того, чтобы отдельно разложить какие-то овощи. Вот это очень удобно. И еще я без ума от контейнеров для сыпучих, для макаронов из Икеа. Они не дешевые, но они оправдывают свою цену. Забавно, но факт с тех пор, как я заинвестировала в эти контейнеры, у меня перестали появляться непрошенные гости. Я говорю о Моли. То есть, я всегда проверяю, что я там купила, но забавно, но действительно, как бы Моли больше нет. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно посмотреть. А как оно там у других, если вы за такие видео, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока.